Дом на скале Приветствую вас, дорогие телезрители! Меня зовут Денис Подорожный. Мы встречаемся в доме на скале, и у нас потрясающий гость. Сергей Васильевич Риховский – это старший епископ, начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, также член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации и член Общественной Палаты Раб Господен. Он же… Сергей Васильевич, приветствую вас! Слава Богу, Денис, приветствую тебя, учитель, пастор, богослов и прекрасный телеведущий. Слава Господу! Мы с вами как-то начали тему, которая такая животрепещущая, для одних болезненная, для других интересная, интригующая. Тема «Единство христиан». Я, прежде чем мы начнем, или, скажем так, даже продолжим эту мысль, хотел бы прочитать из Евангелия Иоанна, 17 главы, та самая молитва Иисуса, которой он молился и говорил. «Да будут… не о них же молю, 20 стих 17 главы, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как ты отчего мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверуют мир, что ты послал меня». И так написано, получается, если они будут едины, вот тогда… Тогда миру веруют. Миру трудно поверить, когда мы воюем друг с другом, не так ли? Мир просто растерялся сейчас, когда мы стали все более-менее публично известны. Кто прав, кто виноват, кто правильный, кто неправильный. Если вы… у вас один Бог, почему же вы все воюете друг с другом? Почему столько конфессий и деноминаций? Сергей Васильевич. Один человек меня спросил, почему, если написано послание галатам о, как он там назвал их, несмысленной галаты, кто внушил вам опять вернуться к этим веществным началам? Меня спрашивают, почему в ваших конфессиях некоторых протестантских есть вещественное начало, если вы обличаете в этом другие церкви? Елей, вода, возложение рук, это едим, это не едим, система религии, традиции. Ты понимаешь, вот то, что ты сейчас прочитал, про чем? Апостол Павел дополняет, ну, сложно, конечно, дополнять Христа, но тем не менее он дает некую иллюстрированную картинку. Вот что он пишет в 12 главе Перопослания Коринфянам и Кремлинах в 12 главе. Он пишет о том, что ибо мы все одним духом крестились в одно тело. То есть он доказывает, что тело же из одного членов, но многих. Вот это очень важно. Многоразличие есть некое определенное. Вот здесь написано, не из одного члена. И вот один член под именем...